Светство юстиции Украины, которое сейчас называется программой «Я мой право», цель которого информировать людей про права, которые у них есть, про работы и остальные полезные вещи. Сегодня мы поговорим, немножко отойдем от тема воспитания детей, но тема, может быть, не менее интересная, а в том числе еще и полезная в плане экономики. Потому что мы сейчас расскажем про такие вещи, как податково-знышко, а Данила расскажет про муниципальные дни. Податково-знышко – это такая программа Министерства юстиции Украины, которая позволяет вернуть 18% от всех ваших затрат на учену. То есть, весь год вы должны... Ну, как получить эти 18%? В буклете все написано, а я расскажу в год. Ведь год вы собираете квитанции, чеки, которые вы облачиваете учебу. Это в том числе может быть какие-то секции, кружки и все такое. В конце года вы заполняете декларацию от доходов, пригласите все эти квитанции в налогу, в фискальную службу. И пишите заявление, что государство обязано вернуть 18% всех ваших затрат на учену. Это родителям или самого ребенка? Это родителям, но если ребенок уже работает, то можете сам запомнить эту заявку. И ему тоже считали, что все эти 18%... А если он студент? Ну вот студент, да, золочный. Вот, ну что, хородит, хородит? Понятно. Вы так родители? Ничего не пишите. Так, это они за садики, за школы, кружки, вот и все возвращается на 18%. Подробнее можете почитать на сайте в институте в институте. Сейчас Данила расскажет про муниципальные няни. Это льгота, которую могут получить родители на ребенка до 3 лет. Опять же, кто это может быть? Это может быть гражданин Украины, ну, нет, инозенцы, та особи из Руманятства, які є батьками, усыновывающими, або опекунами дитини до 3-х роков. И на законных листах, уже проживают на территории Украины, та в письмовой форме укладу договор с муниципальными нянами. Самой оценкой муниципальными нянами может быть будь-хто, а самая физическая особа, которая зарегистрировалась как физическая особа-предприятия, або ж фокус, або ж юридическая особа, которая надает послуги по догляду за детьми. Розмиры шкодования из этого выплаты на момент 1 сентября 2019 года это 1626 грн. на месяц. Эта компенсация сплачивается на каждого дитину за цей послуги. Цей договор укладается в письмовой форме между отримовачем цей послуги муниципальной нянами и муниципальной нянами. Его может быть засвечен материально, если вимога от родителей такая же. Так она не объяснила. Как мы отримываем это шкодование? Мы оберем няню самостоятельно, укладываем с целью нянью договор, и обратимся в отдел соцзательства за нашим местом проживания. Туда мы вкладываем копию официально уплатного договора, документы, которые подтверждают оплату ее, послуг, это может быть чеки, британции, так далее. Также свой паспорт, идентификационный код и свидетельство о родине дитину. Основные моменты, это то, что нужно подать документы протягом месяца, с момента укладывания цельного договора. И каждый месяц мы должны должны эти же органы судзакисту надавать документы про оплату ее пракциям. Так же про это написано, можно почувствовать. Полезная функция, сейчас только в этом году ввели, очень много, можно пробовать. Продолжение следует...